У нас в Молдове каждые выборы судьбоносны и каждые имеют историческое значение. Увы, так происходит практически во всех молодых демократиях, во всех нестабильных политических системах. Каждый выбор – это маленький местный конец света, который удается или не удается избежать. Оценка зависит от угла зрения на произошедшее. Зная все это, наблюдая многие годы молдавскую политику, я стараюсь избегать сильных выражений, понимая, что и на второй день после выборов будет жизнь и так далее. Тем не менее, говоря о значении этих досрочных парламентских выборов, и я не смогу, вероятно, избежать некоего пафоса и патетики. Эти парламентские выборы – первый свободные выборы за последние 11 лет. И они должны дать ответ на вопрос, поставим ли мы большую жирную точку в истории захваченного государства или в Молдове сохранится статус-кво, то есть все останется как есть. События 19-го года, бегство Плохотнюка, усилия коалиционного антиолигархического правительства не стали началом необратимого процесса очищения государства от мафии. И сегодня захваченное государство функционирует, участвуя в преступлениях и гарантируя преступникам безнаказанность. То, что происходит вокруг расследования кражи миллиарда, прекрасно это демонстрирует. Худо-бедно прокуратура во главе с новым генпрокурором сдвинула дело с мертвой точки. Открыты уголовные дела против главных фигурантов, включая Плохотнюка Шора, руководителей трех обанкротившихся банков, некоторых руководителей Национального банка и так далее. Уверен, скоро в расследовании кражи миллиарда мы сможем услышать и другие громкие имена, включая Филата и Платона, которые, с моей точки зрения, должны пройти через открытые, справедливые судебные процессы, а не через судилище, которое организовал им Плохотнюк. Все вышеперечисленное сегодня продвигается через «не могу», тяжело, медленно, по причине того, что против прокуратуры выступает захваченное государство. Все институты государственной власти, в которых до сих пор сидят люди мафии, сидят соучастники всех преступлений предыдущего периода. Слушал на днях генерального прокурора, выступающего в онлайн-конференции с участием представителей европейских структур, где господин Стояногло открыто говорил о том, что с прокуратурой в Молдове практически никто не хочет сотрудничать, в том числе Национальный банк. Нормально ли это, что сегодня в Молдавской прокуратуре надо обращаться к международным партнерам по проблемам аудита и бухгалтерской экспертизы, потому что эту экспертизу отказывается делать наш Нацбанк? Напомню, во главе банка стоит человек, получающий из денег молдавских налогоплательщиков свыше 100 тысяч леев в месяц. Ситуация схожа и в отношении других институтов государственной власти, остающихся под контролем олигархических кланов. Судебная система же просто саботирует работу прокуратуры. Дела не могут месяцами попасть в суды, последние придумывают какие-то процедурные отговорки, перебрасывая досье из одной инстанции в другую. Другие дела, касающиеся кражи миллиарда, как это происходит, например, с делом Шора, не рассматриваются годами. При этом судьи очень быстро принимают жесткие решения в отношении людей, чья вина в этом преступлении ничтожна в сравнении звеной главных фигурантов и бенефициаров. Я говорю о реальных тюремных сроках для трех зиц председателей, трех женщин, которые за 100 долларов в месяц просто подписывали бумаги, по которым совсем другие люди выводили из банков сотни миллионов леев. Речь тут не только о том, что эти решения ударили по прокуратуре и прокурорам, которые просили более мягкие приговоры для этих женщин. Это более серьезная акция со стороны судей. Это показательное наказание тех, кто посмел пойти на сотрудничество со следствием. Показательная порка. Да, эти женщины активно сотрудничали с прокуратурой, что в данном случае есть абсолютно правильное поведение. Они помогали следствию разобраться в том, что произошло. Это прокуроры учли тогда, когда требовали для них условных сроков. И вот для того, чтобы более никто не посмел так поступить в будущем, а сейчас идут и будут идти расследования, надеюсь, суды по очень многим делам и металлфероз, и железная дорога, и контрабанда на границе, и воровство в энергетическом секторе, на экспорте-импорте, на добыче природных ресурсов, на захвате собственности и так далее, для того, чтобы более никто не посмел сотрудничать с прокурорами впредь, суды показательно выносят чрезмерно жесткие приговоры этим трем женщинам. Это не правосудие. Это наказание за помощь следствию. В назидании другим. Мафиозное поведение. Суды отработали заказ мафии. Наказали отступников. Зачем ноги в тазик с бетоном, когда есть продажные молдавские суды, действующие в интересах мафии четко и безотказно? Есть много другой информации, свидетельствующей о том, что мафия оказывает скоординированную и очень конкретную помощь всем, кто проходит по делам о многомиллионных хищениях публичных денег. Для того, чтобы не допустить обвинительных приговоров, чтобы не допустить возвращения украденных денег, конфискации имущества преступников и так далее. Это происходит сейчас. Это будет происходить и после 11 июля, если в парламенте большинство получит так называемое коррупционное сообщество. Кто входит в это сообщество, легко определить. Те, кто соучаствовал в преступлениях последнего десятилетия, а некоторые в более ранних беззакониях. ЦИК зарегистрировало 24 участника предвыборной гонки. Говорю с полной ответственностью. Большинство из участников этой кампании, включая партии и независимых кандидатов, это члены коррупционного сообщества, которым делать в парламенте нечего. В случае прохождения в парламент четырех формирований, как показывают опросы, то с моей точки зрения два из них, так называемый блок двух президентов и партия Шора, это активные члены упомянутого сообщества. По партии Шора, если позволите, хочу добавить еще то, что голосование за эту партию самое бессмысленное электоральное действие, которое только можно придумать. По простой причине. Эта партия абсолютно никому не нужна в парламенте. Серьезные политические игроки на сотрудничество с этой партией не пойдут. Уверен, что и ПКРМ Воронина не подаст руки фракции Шора. Возможная коалиция ПСРМ с этой партией не даст ни большинства, ни блокирующего количества голосов. Только еще больше дискредитирует социалистов. Вот поэтому отдать голос за партию Шора, это потерять свой голос, пустить его на ветер. Альтернативы есть для тех, кто поддерживает левые партии, но не хочет голосовать за коллаборационистов, за коррупционное сообщество. Давайте думать, давайте анализировать. Эти выборы действительно важны для Молдовы. Продолжение следует... Продолжение следует...